Можно ли совместить два удовольствия в одном? Ну то есть и рыб съесть, и на сосну залезть. Да, можно, если очень сильно постараться. Можно ли создать интересную автомобильную передачу? Тоже можно, но надо только очень сильно любить и телевидение, и автомобили. Мы вот любим. А как можно облажаться? Очень легко привезти, допустим, из Татарстана или из Самары автомобильную передачу, пытаться адаптировать ее под Магнитогорск. И получается как с рекламой Вискос. Когда кошечка, маленькая такая кошечка, хочет одновременно и крольчатину, и баранину, в итоге получается... А что в итоге получается? Вы подумайте, каких бы размеров должна быть кошечка, которая сможет все это дело съесть. Наверное, речь идет о тигре. И мы приехали сюда в очередной раз на Ленина 47, для того, чтобы для вас разжевать, любимые наши телезрители, что здесь, именно здесь. Удачно с нами вместились два предприятия. Одно из которых занимается автолизингом, а другое профессиональным звуком. Есть, правда, и третье, но вы прийти сюда, сами поймете, о чем речь. Нам задают вопрос, а мы отвечаем. Что такое ProSound? Означенный в начале и в конце нашей передачи. ProSound это профессиональное звуковое оборудование. Кстати, недорогое и достаточно доступное. Почему мы помогаем внедрять эту марку и это оборудование в город? Потому что автостоп это очень качественная передача, ну, по крайней мере, мы стараемся так делать. И хотим, чтобы в тех местах отдыха, в которых мы находились, звучала качественная музыка, а не то, что недавно я слушал на одной заправочной станции. Я не совсем понимаю городские власти, которые запрещают, или понимаю городские власти, которые запрещают после 11 громкую музыку. Потому что та громкая музыка, которая льется из тех колонок, это, извините меня за выражение, мягко говоря, отстой. Дело в том, что человек боится двух вещей. Это высоты и громкого звука. Вот звук должен быть не громкий, а мощный. Тогда комфортная обстановка вам будет обеспечена. Существует ошибочное мнение, что все, что связано со словом «про», профессиональное, все достаточно дорогое. Профессиональное телевизионное тоже дорогое было. Сейчас некоторая профессиональная телевизионная техника вполне доступна. Профессиональный звук, стоимость его здесь, в ProSound, от 7000 за колонку мощностью 250 Вт до 17 за колонку в киловатт. Но есть и более дорогие комплекты, более качественные, более мощные, более солидные, скажем так. Ну, нужна ли вам солидность, или вам нужно хорошее звучание? Хорошее звучание здесь будет обеспечено. Хотите ли вы приобрести хорошее звучание? Если хотите, приходите сюда, на перекресток Ленина и Калинина. Если у вас денег не хватает, но у вашего папы или у мамы есть предприятие, или если у вас есть кафешка, а ты тоже есть в предприятии, то вы можете оформить все это здесь же в лизинг. Потому что здесь же располагается контора под названием «Автолизинг». Итак, у меня есть определенная сумма, но мне не хватает, допустим, до 600-го Мерседеса, ну, априорно. Но я это очень сильно хочу и знаю, что, в принципе, в состоянии за это дело рассчитаться. Как поступить проще? Здесь два варианта. Первый вариант – если у вас есть уже какая-то определенная часть на предоплату, мы работаем по схеме предоплаты. То есть предоплата составляет порядка 25-30%. В случае очень хорошего клиента, который обращается к нам уже ни первый, ни второй, ни третий раз, схема предоплаты может быть уменьшена до 10-25%. Вы даете предоплату. После этого забираете машину сами, какую хотите, где хотите. Нам не важно, где вы ее купите, мы обеспечим только финансовую поддержку. Это ваши задумки. После приобретения машины вы начинаете уже за нее расплачивать. В течение года, трех, пяти лет. Здесь вы выбираете тот срок, который для вас наиболее оптимальный. В случае, если вы захотели машину, но у вас даже нет ни копейки на первоначальный износ, вы можете обеспечить кредит любым другим автотранспортным средством. Четырехколесным, шестиколесным, не важно. Это фура, это прицеп. Это ваша старая машина. В этом случае машину мы у вас не забираем. Мы ее просто оформляем в залог, забирая ПТС. Вы продолжаете ее пользоваться. Единственное, что вы не сможете с ней сделать, это продать. На то время, пока не расплатится за новую машину. Каждый банк сейчас рекламирует. Берите, берите. Пожалуйста, пожалуйста. Но банк не даст вам деньги, для того, чтобы вы заработали деньги. Спокойно именно на то оборудование, которое можно приобрести в лизинг. Естественно. То есть, чтобы в банке попросить машину, вам надо будет собрать очень много справок. Справка о доходах. Грубо говоря, подтвердить свое материальное благополучие. С тем, что вы вернете не только деньги за эту машину, а также все проценты за много лет вперед. Хоть и говорится, что банк дает автокредитование идет от 12%, на практике это выходит не так. То есть, помимо этих 12% обязательно идут страхование машины, налог на имущество. В некоторых случаях банки снимают проценты просто за перевод денег со своего счета непосредственно на них счет. То есть, реально удорожание автотранспортного средства составляет 18-19-20%. То есть, грубо говоря, если вы приходите к нам и пытаетесь взять машину в лизинг, вы на наши хрупкие плечи перекладываете все проблемы с поставщиками, с договорами, с банком, с постановкой машины на учет, со снятием с учетом. Грубо говоря, вы находите машину и ее забираете. Больше от вас ничего не надо. Какие вещи для русского человека не самые приятные? Ну, пункт А. Это когда вам сыпят сахар в пиво. Пункт Б. Когда вам наступают на вашу любимую больную мозоль. Пункт С. Это когда вы наступаете, просите за талстологию на грабли первый, второй или третий раз. Ну, сейчас по-русски, знаете ли. В свой первый раз наступление на грабли был именно такой у меня в 98-м году, когда необходимы были деньги на квартиру. Ну, не получалось никак. Итак, пошел в Сбербанк, решил получить кредит. Получил. Большой и мохнатый кредит. Вместе с такими же впечатлениями о Сбербанке. Вы уж извините. Второй раз пошел в другой, не менее интересный банк. Тоже ничего не получилось. Пришел к своим друзьям, попросил. Для меня сделали камеру Canon XL1S в лизинг. И благодаря именно этой камере вы можете наблюдать и Турцию, Египет, и Индию. Ну, а также многие другие интересные вещи. Но сегодня на дворе 2006 год. Вроде бы наступал на грабли, но опять пошел по банкам. Ну, захотел Порша 944. Обломали. Но опять же, автолизинг дает мне такой вариант. И не ходить, не унижаться, ничего не надо. Потому что контора солидная и работает. Достаточно давно и проверенное времени.